здравствуйте друзья в сегодняшнем уроке вы увидите у у у у у у у а у Субтитры создавал DimaTorzok Прежде чем мы продолжим, посмотрите небольшую часть уроков, которые вы получите, если приобретете полный курс. И пока вы знакомитесь с тем, что включает в себя весь курс, частью которого является этот урок, хочу обратиться к вам с просьбой, которую мы будем добавлять к каждому уроку, который будем публиковать на Ютубе. Не потому, что мы этого хотим, а потому, что мы нуждаемся в вас. В вас, тех, кто уже покупал, покупает или будет покупать наши курсы. В вас, тех, кто оказывает нам поддержку, делая пожертвования, независимо от их размера, обращаемся к вам с искренним сердцем и открытой душой. Наше Ютуб-сообщество собрало, собирает и будет собирать людей, которые ценят знания, личностное развитие и поддержку друг друга. Мы невероятно благодарны каждому из вас за то, что вы здесь, за вашу активность, за каждый лайк и комментарий. Благодаря вам наш труд приобретает смысл, и вместе мы создаем что-то по-настоящему ценное. Но в этот момент, как никогда раньше, нам нужна ваша поддержка. Чтобы мы могли продолжать делиться знаниями и создавать качественные материалы, мы полагаемся на вашу помощь. Так сложились обстоятельства, что в данный момент наши курсы могут быть приобретены только за пределами России. И Ютуб также учитывает только просмотры из других стран. Поэтому мы обращаемся к тем из вас, кто находится за пределами России, с просьбой поддержать нас небольшим пожертвованием, кто сколько может. Будь вы в Германии, Украине, Финляндии или где-либо в Европе или мире. Ваши пожертвования помогут нам продолжить вести канал, улучшать качество контента и создавать еще более полезные материалы для всех, кому они нужны. Вы можете поддержать нас, сделав пожертвования через PayPal или Revolute. Вы также можете стать членами нашего Ютуб-канала или поддержать нас через кнопку SuperTanks. Можете также стать участниками нашей страницы на Patreon, где мы выкладываем записи наших мастер-классов и вебинаров, а также размещаем курсы, которые уже доступны и будут добавляться в будущем. Все наши курсы мы загружаем на нашу страницу в Patreon, все ссылки находятся в описании под видео. Мы вкладываем много усилий и времени в создание курсов, чтобы развиваться вместе с вами, и покупка курсов станет значительным вкладом в продолжение нашей работы. Каждая ваша поддержка, покупка курса или пожертвования – это вклад в общее дело, которое мы строим вместе. Давайте не останемся равнодушными и поможем друг другу в это трудное время. Вместе мы сильны, и я верю, что мы сможем преодолеть любые преграды. Спасибо вам, что вы с нами на этом пути. Благодарим вас от всего сердца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В каком плане мы будем работать? Как правило, фрагментальная композиция представлена таким образом, чтобы сконцентрировать свое внимание на каком-то сюжете. Это может быть не только птичка, это может быть зайчик, олененок или белочка. То есть все вокруг уходит вдаль, как бы расступаясь, мы приближаем на нашем акценте, на главном герое наше внимание. И сделаем мы сегодня открытку на очень близких тонах. Мы будем использовать розовый тон для того, чтобы наш животик у снегиря был... Вот этот цвет, который у него в животике был, резонировал и имел отклик на наш задний план нашей открытки. Итак, мы не делаем здесь границу, потому что когда идет разговор о фрагментальной композиции, нам самое главное найти линию горизонта. Итак, мы находим линию горизонта. Если мы линию горизонта нарисуем ниже, то эта линия горизонта как бы визуально разрежет наш основной объект. И так как на заднем плане у нас голубые, припорошены снегом деревья, елки, сосны, то они лишат яркости и четкого видения нашего главного героя. Поэтому мы сделаем с вами выше линию горизонта. Но очень важно найти середину нашего листа. Вот если вы ношли середину листа, опуститесь немножко на один сантиметр. И вот можно дать какой-то пригорочек, можно дать какие-то горочки влево, вправо. Можно дать пригорочек вот так. Но таким образом, чтобы ваш пик этого пригорочка был или на одной трети здесь, или на одной трети здесь. У меня более сглаженный такой характер. Теперь мы находим наше место расположения нашего снегиря. Разделим нашу бумагу на три части, поднимаем вот так линию кверху и находим место. Наш снегирек будет находиться вот здесь. Обратите внимание, вот здесь. А знаете, даже, может быть, еще и повыше сделать можно. Чуть-чуть, может быть, вот так сделать нам, чтобы нам снегирь был более вот сюда повыше. Потому что у него под лапками будет находиться заснеженные ветки с рябинкой. Если я его сейчас низко опущу, у меня эта рябинка не получится. Теперь давайте пройдемся по заднему плану. Значит, еще раз могу сказать, что мы можем не ниже сделать на один сантиметр, а выше. Давайте я, наверное, повыше сделаю. Как-то я так сделала, мне кажется, вот это будет лучше. Я переверну лист, это у меня лист тоненький. Нахожу середину нашу, повыше на один сантиметр и вот дам вот такую горочку. Да, вот здесь у меня будет сдеть птичка. Вот в этом месте. Обратите внимание, я даю птичку под наклоном. Вот под таким, примерно, наклоном. И формой напоминает нам такую вот форму дыни, я бы так сказала. Теперь мы пройдем по заднему плану. У меня там сзади будут деревья. Они могут уходить вот сюда. Можно это не рисовать, но мне так хочется. И нарисовать здесь ветки. Припорошенный снегом ветки елей, которые будут уходить кверху. Вот туда ветки елок. Можно сюда дать как бы ветки. И нарисуем с вами заснеженную там какие-нибудь деревья покрупнее. Чтобы у нас был четко вот это первый план, а потом уменьшение, уменьшение. И вот там уже вдалеке мы видим дальний план деревьев. Итак, я отдельно возьму лист бумаги для того, чтобы вам порисовать снегиря. Дело в том, что у снегиря очень большой животик. И поэтому мы с вами, смотрите. Вот если я возьму вот такую форму овала, то мне нужно его немножко опустить в сторону. Потому что вот здесь, в этом овале, вот видите как, будет находиться животик нашей птички. Здесь у нас будет находиться грудка. Обратите внимание. Вот таким образом. Вот это грудь, а вот здесь уже крылышко. Насколько маленькая голова у снегиря, она буквально сюда вот так вот вписывается. И клювик, вот сюда вот так черненький, и глазик находится на черной нашей голове. А вот красненькая полоска, она вот сюда выше выходит. Вот сюда повыше. И поэтому впечатление от птички, что он так нахухлился. Здесь у нас лапки будут. Вот так. Еще раз покажу. Можно нарисовать отдельно. Можно нарисовать вот некий прямоугольничек. Это наша голова. Вот так. Сверху рисуем. Находим место расположения клювика. Клювик у нас коротенький. И верхняя часть чуть изогнута книзу. А внизу, посмотрите, буквально кверху идет, чтобы у нас не был клюв, как у попугайчика. Чуть-чуть вниз опустили голову. Вот здесь мы делаем линию красная, которая отделяет нашу голову от оперения. На этой части у нас здесь будет глаз кругленький. Под клювиком, чуть пониже, мы рисуем наш животик. Вот так. Животик здесь. И вот здесь будет уже крылышко. У крылышка. Здесь вот у нас есть перышки беленького цвета оттенка. И сюда вот так. Вот так. Дальше будет вниз. Под хвостиком у нас беленький такой треугольник и лапки. А вот теперь поговорим о лапках. Это потому, что очень важно, чтобы лапки у нас стояли на нашей веточке. Поэтому мы берем веточку, проводим сюда. Она у нас будет на... Птичка сидеть на рябине. Теперь берем веточки. Вот здесь место стыковки по животика и веточке мы делаем вот такие вот. Раз, два, три. Вот одна лапка с другой стороны. Раз, два, три. Вторая лапка. Мы намеренно прикрываем здесь и снежком, и веточкой, чтобы у нас, нам не углубляться в место расположения лапок. Ну, а для тех, кто хочет нарисовать целиком лапку, то он должен понимать, что лапка вниз уйдет, а потом кверху, вот туда, нашу птичку, вот таким образом. Мы это не рисуем, иначе это будет излишняя деталь, которая нам не нужна. Вот здесь я увидела, что у первого снегиря у меня уж больно длинный носик. Сейчас еще раз я вам его покажу. Извините. Так, так. Вот так. Вот так. Здесь буквально прямая площадка, а потом вот так. Вот. Ну, теперь правильно. Еще раз. Давайте я лишний раз вам покажу, как рисуется снегирек. Значит, мы с вами рисуем овальчик под неким углом. Вот. Разделили пополам. Теперь начинаем вот с этого места. Это у нас будет голова. Обратите внимание, голова небольшая и напоминает нам форму, не знаю, резинки, жвачки. Вот так. Теперь мы рисуем клювик. Вот так. И он, посмотрите, довольно широкий и коротенький. Здесь на этом же расстоянии у нас находится глазик у нашего снегиря. Здесь черная линия заканчивается и идет наверх. То есть голова у нас находится и клювик, и голова, и глаз, все черного цвета. Отсюда идет животик. Сюда раз. А здесь как делать? Дело в том, что мы здесь удлиняем спинку. Вот так. И отсюда уже будем рисовать нашу птичку. Вот так. И хвостик небольшой, треугольник белого цвета. Мы ведем веточку, нашли точку пересечения. Сделали раз, два, три. И здесь раз, два, три. И наш снегирь уже готов. Здесь у нас еще мы нарисуем с вами рябинку. Рябина будет идти таким образом, чтобы она, посмотрите, гроздь рябины, вот крепление, была вот так немножко сверху. Она более естественно смотрится. И если общую рябину мы можем нарисовать в какой-то некой форме, улыбочке какой-то, то здесь, пусть уже вторая половина зимы, почти вся рябина обклевана. И поэтому мы можем сказать, что она совсем, вот где-то вот одна вот рябинка осталась, где-то пустые веточки. Например, раз, сюда одна рябинка, может быть, вторая сбоку. Все. То есть обратите внимание, что это уже не осенняя рябина. Вот на это внимание нужно уделить. И очень хочется дать заснеженных листьев. Но они кое-где будут идти у нас, и форма у листьев будет в виде таких скрученных, таких тонких и длинных элементов. То есть для того, чтобы нам показать, что все-таки засохшие листочки где-то есть. Если вы любите вот такие вот изгибы, то здесь очень хорошо можно это показать. И вот здесь у меня вверху есть местечко, я, наверное, лапку эту сотру. А покажу вам, как мы будем рисовать лапничек. Значит, сначала мы берем треугольную часть, вот так треугольник рисуем, видите? И рисуем вот здесь снег, вот так вот, снежок. А саму уже часть мы дорисовываем снизу. Здесь очень важно не делать вот таких вот глубоких загибов, потому что здесь лучше поплоще это сделать. И тень будем давать не до края. Если мы от края возьмем тень, у нас не будет объем. А передача объема, она должна не доходить до краев. Вот в таком виде у нас веточка. Итак, я убираю снегирей, беру плотный лист бумаги, на котором я буду рисовать. И сейчас буду рисовать нашу композицию. Значит, как я уже говорила, вы можете выбрать линию горизонта. Таким образом, вот я хочу разделить пополам и на сантиметр выше дать, какую-нибудь горошку дать, вот так. Теперь я нахожу место расположения нашего снегиря. Вот он у меня вот здесь будет сидеть. И вот так делю. Поменяю на более крупный, на более карандаш. Так, сейчас лампочку отверну, чтобы у нас не было бликов. Здесь я начинаю рисовать еловые ветки. Вот еловая ветка. Одна, вторая, например, можно сюда, третью показать. Такой вот лапничек. Здесь у нас будут деревья с вами и задний план. Вот так. Вот, я думаю, достаточно. Это дерево будет расти у нас на этом холме. Эти деревья на дальнем плане, они идут до линии горизонта. Здесь мы можем тоже что-то показать. Какие-то заснеженные сугробы фрагментально. И подходим к нашему снегирю. Делаем сначала... Вот, наверное, вот так ровненько голову надо ему сделать. Делаю я абсолютно ровненько голову. Даю ему сюда место и клювик. И спинку. Голова ровненькая. А вот здесь уже... Так. Здесь будет глазик. Вот. А потом с этой... Уже с этого места под клювиком полсантиметра мы даем ему грудку. Вот сюда. Грудка у нас будет выступать. Она состоит из двух частей. Поэтому мы можем такой... Вот еще... Прежде чем мы продолжим урок, еще раз хотим поблагодарить каждого, кто приобрел наши курсы или сделал пожертвование, вы можете продолжить поддерживать нас через PayPal, Revolute и Patreon. Вы также можете стать членами нашего YouTube-канала или поддержать нас через кнопку SuperTanks. Благодарим каждого из вас, где бы вы ни находились в мире. Еще дать характерную выпуклость. Здесь у нас будет... Здесь мы продолжаем нашу спинку и переход в наше крылышко. Крылышко обязательно туда вот выходит. Теперь идем снизу, даем лапку и рисуем нашу веточку рябины. Нашли точку пересечения. Делаем раз, два, три и сюда папку. Раз, два, три. Отсюда мы можем показать, как идет рябинка наша. Здесь мы можем ягодки показать. Одну, две, три. Вот так. И как уходит наша рябина. Наша рябина уходит в снег. Мы ее вот сюда вот так вот заснежим. Вот здесь заснежим нашу рябину. И кое-где, может быть, здесь будут веточки из-под снега с нашими листочками торчат. Где-то может быть даже рябина вот так вот выскочить немножко. Может быть, одна-две ягодки. Но здесь рябину мы не делаем, потому что это далековато. А здесь уже поближе к нам. Но много рябины рисовать не нужно. Вот достаточная композиция. Сейчас я подправлю, уберу все дополнительные линии вокруг нашей птички. И саму птичку подправлю. Итак. Более сглаженную линию провожу. Глазик. Здесь у нас еще беленькая линия будет проходить. Подходит в крылышко. Здесь у нас все хорошо. И перышки туда идут. Здесь. Здесь ходит черный хвостик. Белый здесь основание. Все. Здесь хорошо. Делаем лапки. Нашу рябину мы куда-нибудь сюда уберем. Веточки. Вот так. Вот главный герой сидит хозяином. Здесь мы не будем рисовать с вами не какое-то солнце ярко выражено. У нас будет задний план. Мы его нарисуем в очень нежных тонах. И нам конечно помощницей будет наша фиолетовая красочка. Я уберу синий картон. Он мне очень сильно мешает. И оставила тот лист бумаги, который я могу рисовать на нем. Выходить за края. Рисовать я буду кисточкой синтетической. Имитация белки номер 8. Но это четвертый номер. Вот только этой кисточкой буду работать. Вы можете взять и пятерку, и шестерку. Теперь я готовлю стол для того, чтобы нам нарисовать задний план. Мы идем от заднего плана. Нам нужно нарисовать... Вот у меня здесь есть лимонный цвет немножко. Чуть-чуть лимонного цвета. Сиреневого цвета. И бордового цвета. У нас здесь не будет пропусков. Как мы делали в пейзаже. Пропускаем, чтобы воздух был наполнен в наших деревьях. Здесь мы этого не делаем. А мы начнем с нижней линии вверх. И идти в сиренево-бордовую. Нежный оттенок. Без заходов сюда, на сторону деревьев. Берем очень нежный, желтый, лимонный цвет. Буквально чуть-чуть. Сам лимонный цвет, он холодный. Поэтому здесь хочется сделать холодный оттенок. Видите, я карандашик сверху закрашиваю. Чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. Больше не надо. Потом я беру и соединяю с сиреневым цветом. Ну, чтобы был более нежный, можно сделать бело-бордовый. Потому что бело-бордовый с лимонным цветом, с кадмием, лучше сочетается. Нету. Он оставляет не столь некрасивые линию сочетания цветов. То есть, обратите внимание, вы можете протестировать, взять белый-желтый цвет свой и попробовать рядышком смешать с этим оттенком и с этим. Вот что лучше у вас в смешении, какой-то оттенок получится, который вам больше понравился, тот цвет вам и подойдет больше, лучше. Можно нарисовать все небо в таких сиреневых тонах, но мне всегда хочется какую-то нотку преподнести, показать вам, как в каждой картине, ведь хочется что-то рассмотреть. Поэтому вот это вот рассмотреть мне всегда иногда даже мешает, потому что мне очень хочется, чтобы у вас вышло более интереснее даже той картины, которую я вам показываю в итоге. Вот пока у меня сохнет мое небо такое интересное, я хочу нарисовать здесь снега. Снега должны иметь немножко лимонный оттенок и немножко голубого с розовым. Поэтому мы возьмем вот этот очень нежный цвет, розовый с бордовым, вот здесь у меня получился. И вот здесь снизу я начну рисовать полукругом, неким вот таким, нижнюю часть своей работы. Может быть где-то больше бордового цвета, где-то больше сиреневого цвета. Вот так. Видите, как у меня вышло. Вот, а теперь я не останавливаюсь и начинаю вводить голубой цвет. Голубые цвета есть разные. Синий цвет, это может быть ультрамарина. Вот здесь у меня с другой краски есть такой синий цвет, очень интересный по оттенку. Он есть и в акварельных цветах, такой лазоревый цвет. Ну, посмотрим. Вот такой красивый цвет. Он холодный и идеально сочетается с этим холодно-розовым цветом. Но снег у нас, чем ближе к центру, тем будет светлее. Нам надо здесь произвести такую вот обработку. Я не обращаю внимания ни на мою рябину, ни на снегиря. Мне нужно сделать плавный переход. Вот здесь я всё-всё-всё закрашиваю. С водичкой можно сделать переход, если у вас достаточно густо наложена краска. Ультрамарин возьму немножко сюда, добавлю. Потому что что бы мы сюда не добавляли, какого оттенка, всё будет нам на пользу. Потому что снег в живописи, он имеет разную характеристику. Я сказала, немножко жёлтенького надо. У меня вот здесь ещё до жёлтого не дошло. А вот сюда я, может быть, даже жёлтенького чуть добавлю. Может, даже сюда на этот снежный ком. Вот так я его целиком закрашу. А здесь уже пойдёт у меня голубой снежок на дальнем плане. Вот здесь у меня дальний лес. Вот тоже хочу розовинку дать. Розовинки в центре не будет. Мы идём ближе к снегирю и даём чисто белый оттенок. Чем ближе к снегирю, тем чище будет и светлее. Снежок я где-то буквально вот таким образом накладываю, чтобы он у нас действительно был как снежок. Дохожу до правого комка вот этого снежного. Возьму, добавлю сюда ультрамаринового цвета. Ещё хочется сиреневого. Может быть, даже с такой вот фиолетовой ноткой будет у меня комок снега. Вот. С фиолетовым очень красиво получается. Если у вас есть отдельно фиолетовый цвет, пожалуйста, делайте его с фиолетовым. Вот такой заснеженный у нас ком здесь будет. Сюда мы подправим немножко снег, чтобы у нас был белым снегом. Вот так вот я подправляю, рисую. Потом водичку и так втираю для того, чтобы у нас снежок был прикрывал какие-то сочетания яркости. А может быть, даже яркие сочетания и нам и нужны. Теперь нужно нарисовать нам дальний лес. Дальний лес у нас будет голубой. Вот возьмём ультрамарин. Нет. Давайте так. Возьмём вот этот синий, он же холодный. Пусть он будет вдалеке. И мы им сделаем деревья. Вот у нас вот эти деревья на заднем плане будут такие тёмные. Чтобы они не были одинаковые, может быть, даже сюда фиолетовый добавить. У меня есть отдельный фиолетовый цвет. Вот я его сюда добавлю. Ой, каким он большим куском у меня лёг. Не совсем размешанный. Вот так. О! А вот здесь будет больше фиолетового цвета. Вот, это дальний лес. Хорошо. Теперь у меня здесь на переднем плане, вот здесь у нас будет дерево. Ну, не на переднем плане, а на втором. Поэтому я возьму тоненькую кисточку номер 2. И теперь мне нужно взять коричневый цвет. Коричневый цвет у нас. Есть. Мы его накладываем на палитру. Чисто коричневым цветом мы не берём. Мы берём коричневый с ультрамариновым. У нас получается такой интересный цвет. Видите, с белилами я смешаю. Получается такой сложный оттенок. И я сейчас буду рисовать ветки. Но буду я их рисовать не целиком, а как бы кусочками. Может быть, посветлее. Вот это жёлтенькое есть. Возьму жёлтенькое добавлю. Потому что всегда любой оттенок, он очень хорош. А поскольку мы... Мы прикроем это всё. И у нас это не будет видно так, как сейчас. И у нас ещё очень некрасивое окончание наших деревьев. Я вот даже их вот так вот размажу немножко. И подправлю снежком. Вот так вот. Да, хорошо. И теперь мне нужно фиолетовые какие-то голубые тона дать на наше дерево. Вот я начинаю его делать. Сначала я его закрашиваю одним цветом. Чтобы нам не углубляться в... Где-то я его... Веточки закрасятся. Где-то веточки будут видны. Где-то они будут прозрачные. Можно залезть на нашу ёлку. Потом мы закрасим вот здесь места наши. Это всё прикроется. Вот. Наша задача, чтобы наши веточки неожиданно где-то были видны. Не везде, а просто где-то чуть-чуть видны. Поэтому нам нужно взять сейчас тёмный цвет. Возьмём холодный цвет. Больше холодного цвета. И дадим какой-нибудь... Такой с фиолетовым надо обязательно. Не надо, чтобы был одинаковый цвет. Дадим сначала тени. А теперь мы вымываем кисточку. Берём белый цвет. Так, белый цвет. И сейчас чуть-чуть вот сиреневым цветом сделаем. И нам нужно более светлым вмешать тени. Так, чтобы они, естественно, как бы вписались в нашу историю нашего дерева. Вот у нас здесь же снежок. Поэтому нам нужно так плавненько немножко его смешивать. Вот так. Где-то побелее, например. Где-то посветлее этот вот белый снег. Вот сюда так вот. Отсюда беленького добавим немножко. Вот достаточно наше дерево уже видно. Пока сохнет дерево, я возьму белый цвет жиденькой красочкой. Где-то вот добавлю стволы. Жиденькой, жиденькой. Но на дальнем плане ничего не делаем. Можем, пока не высохла краска, чуть-чуть подправить при помощи нашей кисточки обратной стороны. Но можно это не делать. Пока у нас здесь план сохнет весь, нам нужно нарисовать сейчас зеленый цвет ели. Но зеленый цвет нам нельзя такой давать. Мы берем в смешении коричневый цвет. Ой, зеленый. Темно-зеленый цвет берем. У нас есть коричневый цвет. Для передачи теплоты. Вот здесь немножко желтый у меня остался. И надо немножко дать синий. Синий мы можем взять ультрамариновый. Также синий мы можем взять голубой ФЦ или тот лазуревый цвет. И теперь мы аккуратненько вот здесь немножко нарисуем с вами елочку. Но мы сейчас ее не будем вписывать в снег. Мы просто ее закрасим. Вот наша елочка. Не знаю, здесь может быть она где-то там видна. Может быть здесь и не видна. Вот. Все. Наша задача, чтобы мы сначала нарисовали снег. Здесь снег у нас будет. Давайте с холодным оттенком решим. Вот с голубой ФЦ сделаем снежок. Наша задача с вами здесь очень быстренько закрасить весь, всю бумагу. Чтобы у нас не было с вами здесь видна была бумага. То есть нам нужно просто обойти вот аккуратненько и вот каким-нибудь одним цветом закрасить. Мы вернемся к этому. Нам нужно просто закрасить белый лист бумаги. Все. Мы закрасили. Мы к этой части работы еще вернемся. Потому что с вами снегирь. Мы меняем палитру. Вот так. И теперь на палитре. Так. Я сейчас, наверное, бумагу переверну, чтобы вам не отвлекала вас вот эта вот живописность. Так. Палитру. Маленькую кисточку. Обязательно тряпочку влажненькую. Меняю воду. Так. Водичку поменяла. Кисточку вымыла. Тоненькую кисточку вымыла. Положила. Так. И теперь мне нужно закрасить наши снегирь. А что мы делаем? Мы берем красный цвет. У нас есть красный цвет. И сейчас целиком закрашим красный цвет. Надеемся, что вам понравился урок до этого момента. Вы можете приобрести весь курс, частью которого является сегодняшний урок по ссылке в описании. Мы уверены, что вам понравятся все наши уроки, как в этом курсе, так и в остальных. Спасибо всем, кто решит их приобрести. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...